Приветствую вас. Я думаю, что расставание, как и любой другой способ, вид решения проблем, вот, а поможет не всегда, не везде и не во всём, к сожалению. Понимаете, как бы перерыв небольшой в отношениях, он может помочь, если конфликт не серьёзный, если конфликт какой-то вот из ряда вон выходящий, да, если произошло что-то такое, ну нетривиальное, скажем так, вот. В этом смысле и в этом случае, да, безусловно, как бы, ну, поможешь, поможет. В этом случае, безусловно, поможешь вам расставание, перерыв. Вот. Но, в случае вашем, а у вас история такая, что вы ссоритесь и ссоритесь на постоянной основе, вот, то, в вашем случае, на самом деле, расставание является обратным, потому что и молодой человек, и вы можете почувствовать, что без друг друга вам лучше, и... Просто не захотите обратно вступать в отношения с собой. Вот. Как бы это ни было, в данном случае, для вас неприятно. Поэтому исходить здесь нужно, в первую очередь, из того, по какой причине ссоры происходят у вас. То есть, почему ссоры происходят? Как они становятся возможными? Вы говорите, что ссоры происходят по вашей инициативе. Вот. Потому что не делают комплиментов, да, значит, так, и не уделяют внимания, не перестают делать комплименты, и уделяют внимания. Вот. Соответственно, здесь справедливо то, что сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, вот, который говорит вам о том, что это проблема самооценки. Значит, такая вот история. То есть, вы почему-то негативно реагируете на то, когда вам перестают делать комплименты. Вот. Вот. А очень желательно в этом моменте разобраться, посмотреть, что вы чувствуете, вот, что вы ощущаете в этот момент. И, соответственно, уже после этого можно будет что-то более конкретное говорить о том, что лежит в основе этого. Ну, заниженная самооценка, как правило, неверные представления о себе и не совсем верные ценности. Вот. Дальше. Далее вы говорите о чувствах. В своих чувствах вы говорите, ну, о том, что у вас есть чувство о том, что у мужчины очевидно есть чувство. Вот. Мне бы очень хотелось, чтобы вы определили, во-первых, что это за чувство, да. Во-вторых, донесли до нас, как эти чувства проявляются конкретно. То есть, как они проявляются, в чем они проявляются. Вот. Как с вашей, значит, стороны, так и со стороны мужчины. Вот. На что они, эти чувства, нацелены. Вот. Ну, важен, опять же, в случае, да, в случае мужчины, на что нацелены чувства. Вот. Это очень важный момент, на который вам необходимо обратить свое внимание. Дальше. Значит, вы охарактеризовали себя, как холерика и тангвиника. Ну, то есть, себя, имею в виду, вы охарактеризовали себя и своего мужчину, как холерика и тангвиника. Вот. Мне не очень импонирует тот факт, что вы повесили, по сути, ярлык на себя и своего молодого человека. Я не думаю, что это хорошее решение. Я не думаю, что это хорошая позиция. Я не думаю, что это правильная позиция. Вот. Потому что, может быть, у него есть что-то от холерика, но и у вас что-то от тангвиника есть. Вот. Но это совсем не значит, что вы вправе себя называть так, и уж перерыв, который, ну, который вы хотите никак не изменит ваших проблем, которые есть между вами. Вот. Так что, здесь, в данном направлении, вы идете не совсем так же вверх. Далее, что необходимо сделать, это рассмотреть причины ваших ссор, которые тоже являются очень важным моментом. Именно в силу того, что в ссоре участвует не только ваш мужчина, но и вы. И наоборот, в ссоре участвует не только вы, но и ваш мужчина тоже. Поэтому необходимо понять, какой именно вы вносите вклад в ссору, да? Вот. Какой именно вы вносите вклад в ссоры друг другом, и, соответственно, ну, почему такая ситуация происходит? Вот. То есть, конкретно из чего ссорится вы, из чего ссорится он. Вот. И отделить свои проблемы, то есть, проблемы ваши, да? Вот. Отделить от проблем, ну, допустим, его, да? Вот. Это очень важный момент, потому что наложение проблем, наложение проблем никогда ни к чему хорошему не приводит. Именно наложение проблем, то есть, когда проблемы, ну, накладываются, да? Одна на другую. Вот. Вот. Так что здесь тоже очень, ну, очень важный момент здесь. Также. Вот. Вот. Это то, что я хотел вам донести, да? То есть, вот, когда, когда вы говорите про ссору, вот, очень важно, что понимание и отделение своей проблемы от проблемы, например, вашего молодого человека. Чтобы это не накладывалось друг на друга и чтобы вы не путали, где ваши проблемы, где его. Чтобы, соответственно, вы не перекладывали, ну, не перекладывали на себя его проблемы, а он чтобы не перекладывал на себя ваши проблемы. Вот. Потому что, например, мужчина не сказать, что вы ответственен, да, за то, что вы там не можете без комплиментов и без внимания, потому что у любого человека есть свои собственные ресурсы предоставления такой, ну, такой ценности, скажем так. Вот. Это очень важно четко понимать. Очень важно, чтобы вы именно, вот, не требовали, да, вот, человека, значит, того, что он, например, не может вам дать, а чтобы вы все-таки, все-таки принимали с благодарностью то, что он вам дать может. Вот. Это тоже очень важная история, очень важный момент, который необходимо до вас донести. Далее вы пишете о том, что ситуация, которая произошла, то есть человек, значит, бросил вас в черный список, оставила вас в подвешенном состоянии, вот, в состоянии полной неопределенности. Для нас, для психологов, это означает, соответственно, что вы не способны ориентироваться, например, в данном случае, на себя. То есть вы не можете опираясь на свои собственные, например, на свою собственную, допустим, систему ценностей, ну, вот, вы не можете, значит, принять какое-то решение, да, и сделать выбор. То есть в этом смысле вы зависимы от другого человека, от других людей. И в этом смысле необходимо вас научить опираться на себя. В этом смысле необходимо показать вам в том числе, как важно опираться на себя, как необходимо опираться на себя, как необходимо ориентироваться на свои ценности, свои цели, свои переживания, свои эмоции, свои желания и так далее. Вот. Это очень важный, на самом деле, здесь момент, который я бы хотел, опять же, до вас донести. Вот. Потому что без этого отношения вам будет построить крайне, на мой взгляд, тяжело. Вот. Дальше идем. Значит. Вы пишите, что я в полной растерянности, смятении и ужасе. Вам мой коллега говорил о том, что по-видимому, по-видимому, вы боитесь одиночества. Вот. Вот. Вам мой коллега говорил, что по-видимому, вы боитесь остаться одна и, по-видимому, вам страшно. Вот. То есть я бы очень хотел, чтобы мы с вами разобрали бы вот этот момент. Этот момент, значит, о том, что такого ужасного произошло для вас в расставании с молодым человеком, допустим. Что-то вызвало у вас ужас. Что такого ужасного, страшного и того, что, ну, того, что не должно происходить, произошло. Я понимаю, что, конечно, это неприятно для вас. Я понимаю, что это, что вам это неприятно. Это грустно, что что-то происходит. Это печально, это правда. Но ужасно ли? И ответ на этот вопрос, нет, не ужасно. Не ужасно, потому что то, что происходит, это абсолютная норма. Люди могут не зайти с... Люди могут, эм... Ну, не быть, эм... Эм... Как бы вместе. Вот. Это печально, это грустно. Люди могут разойтись с характерами. Люди могут разойтись... Ага... Там... Своими представлениями о той же жизни, например. Да, и так далее. Это нормально. И вам, вот здесь, нужно как раз таки понять эту историю. Понять эту историю о том, что вы, по сути, переживаете именно из-за того, что считаете ситуацией, которая произошла неприемлемой. Вы считаете, что так быть не должно, но она есть. И... Получается, что вы... Ага... В некоторой степени отрываетесь от реальности. Отрываетесь от, эээ... Самой жизни. А это уже очень опасно для вас. Вот. С другой стороны, конечно... Конечно, нужно понимать, что у вас, видимо, есть какая-то... мотивация так себя вести. То есть у вас есть, очевидно, эээ... Именно мотив вести себя подобным образом. То есть для вас, эээ... Почему-то это... Очень важно. Для вас почему-то это очень важно. А значит вы... Пытаетесь... Реализовать какие-то свои... Переживания. Вы пытаетесь реализовать какие-то свои собственные желания даже. Я бы сказал. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Понимаете? Это... Очень... Важный... Момент. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Так что... Это то, что вам можно ответить. Это то, что вам... Можно сказать. Это... Эээ... Соответственно, разобрать мотивацию... Эээ... Быть человеком... Эээ... Эээ... Также очень... Важно. Вот. Эээ... Эээ... И, соответственно, уже исходя из этого что-то делать. Соответственно, исходя из этого уже что-то предпринимать. Вот. Вот. То, что у вас растерянность, это опять же отсутствие ориентированности лиза на себе. Эээ... Вот так. Эээ... Эээ... В целом, гармонизация отношений, эээ... Корректировка восприятия себя, эээ... 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 Если сделаете его лучше. Эээ... Эээ... Самаценка и проблемы собственного восприятия, а также искажённое восприятие другого человека, партнёра, не изменится в результате ээээ... эээээ... перерыва в отношениях. Эээээ... Ээээ... повлить за собой, например, скуку. То есть человек и вы можете соскучиться друг по другу, это правда. Но в принципе, больше ничего это не даст. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.